Дорогие друзья, мы наконец-то этого дождались. Мамочка Шелонен уже доступна всем игрокам в Genshin Impact. Именно поэтому я тебе предлагаю вместе со мной изучить, на что способна данная мадмуазель, потому что она способна действительно на многое. Ну и как минимум она точно сможет потеснить твоего кадзуху во многих отрядах. Поэтому давай, располагайся поудобнее, и мы с тобой начинаем смотреть на прекрасную Шелонен. А большой всем тюленей привет, с вами на связи Аркадий и Толкен Вейд. Прямо с утра специально для вас записываю данное видео, потому что мне в руки попала достаточно неплохо прокаченная Шелонен. Напоминаю то, что вечерком приходите к нам на стрим, где лично я уже на своем аккаунте буду выбивать себе Шелонен, потому что пропустить ее ни в коем случае нельзя. Данная женщина действительно слишком ультимативна. Она очень легко играется и при этом делает абсолютно все, что нужно вам и другим персонажам в Genshin Impact. Поэтому ни в коем случае не пропускайте. Ну а гемы вы сами знаете, где можно приобрести. Тюлень Стор всегда для вас работает. Давайте перейдем непосредственно к ее обзору, обзору ее способностей, потому что в принципе, если вы зайдете в меню персонажа и попробуете прочитать, что она вообще умеет делать, у вас просто поедет крыша, потому что здесь текста написано очень много. А на самом деле достаточно все просто работает, поэтому сегодня мы не будем читать, зачитывать весь текст, который здесь написан. Мы пробежимся просто по способностям. Я вам расскажу все своим языком. Языком рейзера, скажем так, как говорится на некоторых видосиках. У Шелонен присутствуют две роли. Первая роль это саппортовская роль. Она в этом случае бафает весь ваш отряд на элементальный урон и дебафает противников на элементальное сопротивление. Плюс дает отхил. Да. А если же вы хотите сделать из нее дамагера, то в этом случае она бафает свои автоатаки и дает мощную тычку с ульты. Вот. Смотрим. Смотрите, мы прожимаем Ешку, входим в состояние ночного духа, начинаем его автоматически поедать. И как видите, вот сбоку у нас есть три сэмпла. Данные сэмплы заполняются в зависимости от того, какие персонажи, какой стихии у нас находятся в отряде. Как видите, в данный момент у нас отряд полностью состоит из гео. И именно поэтому у нас все три сэмпла гео цвета, так называемого, оранжевого. В этом случае наши шалонен получают бонус к обычным атакам. Они наносят больше урона, плюс скалируются от защиты, что получается достаточно вкусно. Плюс к тому же ульта наша будет наносить огромный урон от гео. Но, стоит нам немножечко поменять наш отряд и сделать его менее глиноместным, добавить, к примеру, каких-нибудь там электроперсонажей, допустим, гидроперсонажей и пироперсонажей, не смотрите, что я сейчас собираю, это собирается просто так, то в этом случае сэмплы шалонен будут немножечко другого цвета, да? Как видите. И в этом случае, после активации Ешки, нам нужно нанести две автоатаки по противнику, и тогда мы заполним наши сэмплы. Давайте непосредственно отправимся куда-нибудь в бой, чтобы все это можно было показать на практике. Ну вот, смотрим. Вот наши противники находятся здесь, мы входим в состояние Ешки. Раз, два. У нас заряжились все наши сэмплы, мы прорезали защиту нашим противникам, и вокруг нас началась пульсировать небольшая дэнс-волна, скажем так, да? Пока она работает, мы имеем все наши позитивные бафы для нашей команды. Как только она пропала, значит, нужно все перенакладывать. Данные бафы работают дольше, чем работают бафы у Кадзухи, поэтому в этом плане шалонен работает гораздо более прекраснее. И, в случае чего, мы прожимаем ульту, ударяем по диску, и, как видим, мы хилимся на достаточно неплохой размер, там, 6-7 тысяч, в зависимости от ситуации. При этом мы отхиливаем нашего активного персонажа. То есть это не ауешный хил, который хилит всех и вся, это именно конкретный хил под активного персонажа. В свою очередь, если мы обратно поменяемся на наш прекраснейший глиноместный отряд, раз, два, и там кого-нибудь три, то в этом случае наше прекраснейшее шалонен начнет давать очень неплохие тычки именно непосредственно с руки. То есть, как видите, тычки стали гораздо более приятными. А ульта, в свою очередь, будет давать гораздо больше урона. Да, не по... Хотя при этом ульта достаточно дешевая сама по себе, но вот настакивать ее все-таки периодически нужно, потому что нам нужна энергия. С заливкой даже в Моно Гео могут возникать проблемы. Сама она генерит рофлы, но не так много и активно. Вот, мы настакали ульту. Даем. Прошла волна, правда, все умерли. Ха-ха-ха. Как обычно. Но видите, отхила больше нет. Тут именно с ульта тогда бафает непосредственно наш шалонен, что дает ей, в принципе, неплохие бафики. В совокупности, как вы поняли, у шалонен есть два вариации геймплея. Либо же шалонен будет бафером для нашего отряда и полноценно играет саппорта, либо же она играет дамагером, но в этом случае ей нужно, как минимум, два еще гео-персонажа и один уже свободный сот, который вы заполняет. Окей, мы разобрались примерно суть геймплея. Давайте перейдем уже непосредственно к ее билдостроению и к артефактам, а также к пушкам, которые можно на нее нацепить. Начнем, пожалуй, с прокачки талантов. Нам, как обычно, интересует Ешка, потому что, в принципе, от нее мы для саппорта срезаем защиту, то есть от прокачки будет зависеть защита. Базовые атаки нам нужны, в том случае, если мы качаем нашу девочку в дамагера, потому что именно от, вот видите, урон клинков роликов, это именно урон от автоатак в стойке Ешки, здесь нам ее необходимо прокачивать. Ну а ульта, наш это на остаточный принцип, то есть для саппортов Ешка-Ульта, для дамагеров Ешка-Автоатаки-Ульта. Ну и так дальше. Это приоритетность в прокачке наших способностей. А перейдем к оружию, потому что с оружием все достаточно и интересно, и грустно одновременно. Сигнатурное оружие очень поломанное. Разработчики решили совместить сразу все в ней, и у них, в принципе, это получилось. То есть это пушка для гео-дамагеров-одноручников, а также для гео-саппортеров. То есть если вы хотите полностью раскрыть шалонен, то, конечно же, вы берете эту пушку, и она прям шикарно на нее заходит. В принципе, если вы хотите дамагерскую шалонен себе, то берете флейту новую, крафтовую. Она, в принципе, достаточно неплохо на нее садится. Если же вы хотите саппортовскую себе четырехзвездочную пушку, то меч Савония просто замечательно на нее садится, и более чем работает. Есть еще интересный вариант по сигне казаха. Это именно саппортовская шалонен. Садится просто замечательно, но нужно научиться ею правильно пользоваться, чтобы полностью ее реализовывать, но, в принципе, тоже вполне рабочая. Но меч Савония просто делает всю работу, которая необходима от шалонен, потому что шалонен сама по себе более чем самодостаточна, и Савония просто поможет вашему отряду получать дополнительные профиты. Киноварь, ну, бесполезно, если она у вас есть, потому что, как бы, да, повышать урон элементального навыка, который одна тычка будет повышаться, это, в принципе, бесполезно. То есть тут отсюда будет только идти защита, которую, в принципе, можно добрать артефактами, и каких-то проблем не будет. В остальном случае для дамагеров, конечно, можно использовать любые другие пушки, но сигнатурная, это слишком мощная вещь, от которой отказывать очень трудно. Можете критовые пушки посмотреть, да, это все будет на ней работать, но сигна Масхевна тут без вариантов. Артефакты. Тут, к сожалению, тоже большого выбора у нас не имеется. Почему? Потому что сигнатурный новый сет, натлановский, саппортовский, который бафит урон всему отряду от вспышек, он слишком сломанный. Он просто ебануто сломанный, и вариаций, которые можно его заменить, просто нету. То есть, да, вы можете поставить древнюю знать, вы можете поставить какой-то другой, даже инструкторы можете, в принципе, поставить, но они все будут слишком слабы по сравнению с данным сигнатурным сетом. Я более чем уверен, что вы сейчас, в данный момент, фармите сет на Муалане, и у вас новых кусков тоже достаточно много, тем более на защиту, поэтому вы вполне можете себе позволить собрать данный сет со вкусными статами. Это что касается саппортовской нашей девочки. Если же вы хотите дамагерские варианты, то вы можете рассмотреть несколько вариантов. Из бюджетного вполне нормально на нее садится классический набор гладиатора. Это прям хорошая штука, которая поможет вам неплохо дамажить на первом времени, пока у вас не собраны другие сеты. Также вы можете, если вы собирали Ит и подобных персонажей, взять себе Кокон. В принципе, он вполне дамажущий вариант, который можно так или иначе реализовать. Есть еще, типа, вариант поиграть через Охотника Сумирочного Двора, потому что он бафает нам базовые атаки, что нам необходимо, а также криты дает. Но в этом случае Шелонен, как дамагер, должна обязательно играться вместе с Фуриной, чтобы были скачки здоровья, которые будут нам столь необходимы. Но это создает дополнительные требования, поэтому выбирайте тут самостоятельно. Да, еще забыл про Архаик для саппортовской нашей девочки, но это очень трудно реализуемый бонус, плюс к тому же я более чем уверен, что вы не фармите себе Архаик. Это слишком сложно в геймплее и не дает нам какой-то ощутимый профит, поэтому забиваем на это на все. А что нам необходимо по характеристикам? Часики. Часики у нас два варианта. Это либо же защита, либо же восстанова, в зависимости от ситуации. Горшочек. Либо же защита, либо же геоурон. Как вы понимаете, защита для саппорта, геоурон для дамага. Корона. Либо же хилинг бонус, если вам нужно подхиливаться больше, но честно говоря, я не думаю. Либо же защита. Для дамагеров уже можно рассмотреть криты, в зависимости от ситуации, что вам больше всего необходимо будет по пушке. Но взять в трех предметах защиту, это в принципе, будет вполне нормальная штука. По вторичным характеристикам мы ищем защиту, мы ищем восстанову. Остальные характеристики уже по остаточному принципу, потому что это по нашей шланеновской, саппортовской девочке. Нам нужна именно восстанова, чтобы мы ульту прожимали по кулдауну. Нам нужна защита, чтобы получать максимальные бонусы, потому что нам нужно как минимум 3200 защиты насобирать на самой шланен, чтобы получать максимальные бонусы от всех наших пассивок. Вот. Это что касается самой непосредственно шланена и что у нее под капотом, скажем так, находится. Консты. Консты — это очень сломанная дрянь, потому что разработчики опять решили засунуть в консты очень много вещей, которые можно было бы добавить на базе, но разработчики хотят немножечко денег, поэтому не будем их в этом осуждать. С1 — она снижает потребление ночного духа, также увеличивает время длительности нашей ешки, плюс к тому же повышает сопротивление к прерыванию во времени нашей ешки. Не очень вкусная вещь, именно как для дамагерской шланен, но в принципе прерывание сопротивления — это очень классная вещь, всегда ее нужно брать. С2 просто нафиг ломает всю игру. Если вы хотите сломать шланен, то вам обязательно нужно С2. А в зависимости от бафов и от типов элементов персонажей, когда активируется наша пассивка, данные персонажи будут получать бонусы. Гео — 50% увеличение дамага, Пиро — на 45 силу атаки, Гидро — 45% увеличение ХП, 45% увеличение Макс ХП. Крио — крит урон 60%, Электро восстанавливает 25% единицы энергии. А также снижает откат ульты. Это просто ибанутые бафы, господа. Это слишком ломает все абсолютно. То есть С2 — это то, что нужно Масхевна. Без каких-то вариантов. С3 повышает уровень Ешки на 3 уровня. С4 — она также будет повышать урон от обычных атак для шланен. В принципе, достаточно прикольная штука, именно как для дамагерской. С5 будет увеличивать урон от ульты. И С6 еще дополнительно будет увеличивать урон от обычных атак. Тут будут скейлы на 3300% во время Ночного Духа. Плюс также еще пассивно будет отхиливать нас отряд. То есть на С6 дамагерский эшелонен еще будет подхиливать весь свой отряд и будет просто уничтожать своими бонусными атаками. Это просто как сломать всю игру и нафиг, чтобы все было поломано. Отвечая на вопрос. С1 или же Сигна? Ответ достаточно простой. Нам нужно выбить С2. Любой ценой. Но бесплатно. Как бы это ни звучало смешно. Да, С2 слишком ломает механики и просто все напрочь срезает. Если вы не уверены, что вы доберетесь до С2, то есть у вас не хватает ресурсов и вы переживаете, что просто доберетесь до С1 и на этом остановитесь, то да. В этом случае лучше сначала выбрать саму Шелонен, потом забрать ей Сигну и уже попытаться добраться до С2. Но если вы 100% уверены, что вы доберетесь до С2, несмотря на подкрутки, то в этом случае, конечно, да, берете С2 спокойненько и потом уже отправляетесь за Сигной. Это что касается непосредственно самой Шелонен. А теперь я предлагаю вместе с вами отправиться потыкать кнопочки вообще на Шелонен. Потому что данная Шелонен действительно заряжена и прокачена. И мы вместе с тобой отправимся в бездну. Она хоть и не такая сложная, но так или иначе мы можем потыкать как саппортовскую Шелонен, так и дамагерскую. Начнем, пожалуй, наверное, с такой достаточно простой Шелонен, которая выступает именно саппортом под основных дамагеров. Как видите, здесь мы взяли более-менее классическую вейпящую Хутаву и подставили сюда Шелонен, да? То есть какая у нас задача? Мы прожимаем все наши способности на наших саппортиках. Раз-два. Потом вошли сюда. Раз-два. Активировали все бонусы и уже пошли на Хутаве выносить все, что только возможно. Боже ты мой, как я немножечко разучился уже прыгать на Хутавке. Как видите, бафы на нас все еще работают, все прекрасно. Бафы слетели. Мы переодеваемся. Немножечко подкидываем. Вошли в стойку. Раз-два. Все у нас активировалось. И пошли дальше уже спокойненько добивать наших противников. Да, не смотрите на маленький урон на Хутаве. И я, как обычно, не посмотрел, что интересного на ней там одето. Но, в принципе, непосредственно сам стиль геймплея, я думаю, понятен. Он достаточно простой. Шелонен не требует достаточно большого времени для себя на поле боя. Она очень быстро входит в ротации. И за счет этого и создает свое удобство. А ульта это приятное дополнение непосредственно для тех патчек, которым нужен дополнительный отхил. То есть, это не мазхевная кнопка совершенно. И вам нет нужды подгадывать непосредственно того, чтобы так или иначе раздулась именно ваша стихия. Как это делается непосредственно у казаха. А теперь давайте посмотрим на соло-таргет дамагера Шелонен. В данном виде я попробую использовать моно-гео-отряд. Конечно, нужно по-хорошему, можно использовать еще одного какой-то другой стихии, чтобы максимально раскрывать его. Также еще качину здесь можно использовать по-хорошему. Ну, вариаций много. Но вот попробуем непосредственно в таком варианте. Тут еще, кстати, тири в принципе неплохо заходят. Но урон, честно говоря, достаточно приятный. Как видите, прям зубодробительно тычки получаются у нас. То есть, за один полный проказ мы смогли полностью вынести противников без каких-то либо проблем. Да, у нас сейчас будут проблемы со щитами. Но это проблема завтрашнего Аркадия. Потому что это... Он тут будет бороться с ними и пытаться их пробить. Но по факту, да, за счет того, что моно-гео-отряд, который спокойненько тут все раскидывает, у всех хватает энергии. И при этом сама Шелонен выдает неплохие тычки урона за счет своей защиты. Ну, честно говоря, если это один из как раз-таки тех немногих персонажей, который действительно как гибрид, который легко достаточно собирается, может действительно представлять интерес для геймплея. Опять же, это у меня такое, возможно, сложилось приятное ощущение от нее. А может, мне просто нравится кошка-женщина. Я даже не знаю. Но давайте теперь посмотрим вообще, какие отряды можно собирать вместе с нашей прекраснейшей Шелонен. Итак, давайте с вами начнем с отрядом. То есть, у нас Шелонен в данном случае используется как саппорт. В принципе, она встает почти во все те места, куда, в принципе, спокойно мог вставать Казах. То есть, мы берем моно-разнообразные отряды, отрядовые пищи, разнообразные. То есть, здесь мы, к примеру, возьмем Хутава с двумя саппортами гидрокюйками. И Шелонен здесь будет выступать тем персонажем, который порежет сопротивление, бафнет элементальный урон, а также в случае необходимости сможет подхилить с ульты, потому что это не москебная опция в данном отряде. Хочется чего-то более мощного. Мы берем и заменяем нашу Хутаву на Орликина. И начинаем радоваться жизни. Если вы все-таки переживаете, что будут какие-то проблемы с выхиливанием, вы просто одного из гидриков меняете на деда. И как бы радуете жизни. У вас получается гео-баф дополнительный в отряд. И плюс к тому же вы спокойно выживаете на поле боя. И все становится прекрасно. Если же у вас присутствует замечательный нивелет, то вы можете добавить сюда фурину, само собой. А если у вас еще есть вот такая вот дрянь, то у вас получается просто ультимативный отряд, который максимально разбафывается, плюс получает баф от всех стихий, если у вас, конечно же, нивелет с констами. В этом случае получается прям очень-очень вкусненько и современненько, скажем. Нивелет и фурина – это парочка, которая все еще разносит абсолютно все, что может увидеть. А если она это не видит, то можно считать, этого не присутствует. Дальше. Возможный вариант, который для современного гейминга – это если у вас вместо нивелета есть муалани. К сожалению, на данном аккаунте муалани нет, но, в принципе, стандартный отряд через муалани, сянку, казаха и шеланен в принципе будет вполне играбелен. При желании казаха можно заменить на сахаруску. Я думаю, никто в этом не будет грустить. Дополнительные забафы могут в таком плане тоже вполне перекрываться и работать. Вообще, любые электроотряды через Райден, через Кларинду вполне тоже имеют место быть. Мы сюда добавляем Кларинду, мы сюда ставим Нахитку. Последний слот остается вариативным под любую, да, то есть ту же самую Яя можно воткнуть, если не верите, от Хилу можно воткнуть Синобу. Если же вам нужен просто дополнительный электроурон, то мы ставим сюда фишку, и у нас получается Агровата отрядик через Кларинду с дополнительными бафами от Шеланен и подхилом от Ньёжа. То есть в этом прям нет каких-то возможностей забилдить её неправильно. У вас всегда будут отличные варианты. Варианты игры через ту же самую Навию тоже остаются вполне неплохо, потому что как раз-таки Шеланен закрывает ластовый слот, и вы просто спокойненько добавляете сюда Беннета, а также Сянку, и у вас два бафа Гео и Пира. При этом Беннет заливает энергию в Сянку, Шеланен заливает энергию в Навию, Навию заверяет энергию в Шеланен, и они вместе просто... просто ломают всё. Без каких-то вариантов. Конечно, можно рассмотреть Ита в качестве какого-то саппорта для нашей любимой девочки, но честно говоря, проблема уважаемого Ита в том, что он как дамагер на констах будет проигрывать дамагеру Шеланен. Кто кого будет саппортить, тут большой-большой вопрос. Мне кажется, в данном ситуации, если вы, конечно, мейните Ита, и вам нравится на нём играть, то, конечно, да, вы можете рассмотреть вариации, но мне кажется, в этом плане будет интереснее всё-таки рассмотреть прокачку Шеланен. Но! Если же мы вдруг хотим сделать себе дамагера Шеланен, то тут немножечко вариации отрядов меняются. Гора у нас, само собой, остаётся всегда и везде, уж больно он сильно бафает нас. Нам нужен ещё один персонаж из Натлана, для того, чтобы вспышки наши срабатывали чаще, потому что пассивка будет работать Шеланен чаще. Качино в этом плане прям замечательно садится. Ластовый слот, он вариативен, можно взять ту же самую Елань, для того, чтобы просто бафнуть наш урон. Если же вы хотите бафнуть урон от автоатак, то берёте юнзиньку, счастье и радость к вам сразу же придёт. А если же у вас, допустим, вы выбиваете себе Чири на текущий момент, то Ита можно заменить на Чири. Качино нужна будет Чири для того, чтобы активировать куколки. И последний слот уже тоже вариативен, выбирайте кого угодно. Это что касается дамагерской Шеланен, которая, в принципе, показывает себя очень-очень вкусно. Подводя итоги, разработчики всячески пытаются нас заставить донатить всё больше и больше на персонажей, поэтому всегда смотрите на то, а нужно ли оно вам. Девочка действительно ультимативна. Она забирает как раз-таки те отряды, в которые вам требовалось два казаха. То есть вам требуется казах в первую половину бездны и во второй. Вы не могли себе этого позволить, и теперь у вас будет здоровая альтернатива, которая вполне неплохо раскрывается своим дамагом и просто внешним видом. Да, конечно, можно поспорить по поводу того, что диджеи в средневековом геншине смотрятся максимально странно, и вы, в принципе, будете в этом правы. Но мы же пришли сюда наслаждаться видами, внешкой, механикой и, самое главное, цифрками урона. А эта девочка определённо сможет вас всем этим порадовать. Поэтому да, Тюлень Стор для вас открыт всегда. Буду рад вас видеть там. Ну а вечером обязательно приходите на стрим, где Аркадий, надеюсь, выбьет себе Ц2 Шелонен вместе с Сигной. Надеюсь. А может, не повезёт. Может, придётся донатить. А на сегодня это всё. Большое спасибо вам за просмотр. И до новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тюм. Тюм.